всем привет хочу вам показать свою котлею красавицу которая постоянно постоянно цветет которую я покупала почти два года назад в обе по уценке за 300 рублей у меня многие спрашивают ее название я не знаю я в интернете пыталась найти по цветочкам название так и не нашла вот такая вот красавица вы знаете она у меня с каждого роста цветет я сейчас выключила освещение специально чтобы вам показать вот так она на солнышке блестит у нее настолько искрятся лепестки но немножечко естественно освещение другое на солнце и цветочки отличаются цветом вот такая сейчас я включу освещение вот такая красотка она у меня уже огромная у нее огромный куст получается за весну вырос вот этот вот рост вот этот вот рост я думаю он тоже будет свести в декабре я ее пересаживала она даже внимание она даже не поняла что ее пересадили в новый домик в другой субстрат она у меня и в январе цела единственное было три бутончика один засох осталось два и вот здесь вот еще растет рост вот он куст уже очень-очень большой за два года она прям вымахала я ее кручу по кругу чтобы рост и знаете вот вот так вот росли кругом вот такая вот красотка когда светит солнышко то она пахнет очень-очень приятно и достаточно сильно вот такая все-таки я очень-очень сильно люблю котлеи они меня радуют не все конечно но слава богу знаете растут но есть малыши просто и конечно хочется чтобы они побыстрее зацвели но придет время обязательно зацветут и мои и ваши вот такая вот мне очень нравится ее куст потому что он на самом деле огромный если посчитать бульбы раз два три 4 5 6 7 8 9 10 11 12 на 14 15 16 17 ростов на 17 псевдобульб а ростов только 3 но вот которые растут вот этот вот рост можно уже не считать он уже вырос зацвел вот такая вот постоянно цветет почему засох один бутончик я даже не знаю может быть окно было открыто там даже не один а два засохла может быть окно было открыто может быть когда вот я их купала под душем всех не знаю ну как бы не страшно самое главное что она цветет и на пересадку вообще не обратила внимание пересаживала в декабре в январе она у меня свела зацвела как бы вот что значит здоровое растение я не сушу у меня в квартире сушить ее нельзя так как у меня влажность воздуха 35 максимум 40 процентов поэтому если я начинаю допустим вот недавно я обрабатывала растения все витаросом про просто кору проливала и после того как пролила начала их сушить чтобы как бы потому что витарос действует через сутки и вы знаете у многих просто потерялся тургор даже у котлей без водички которая налита в кашпо на дне поэтому как бы я не сушу и они у меня цветут и дендробиумы цветут до сих пор уже полгода цветет цветут дендробиумы и я не сушу поэтому я знаю что пишут в литературе нужно сушить но сушить у кого огромная влажность в московских квартирах это нереально но без увлажнителя у меня есть увлажнитель он работает но все равно это не то он слабенький и я живу в квартире и сами знаете что такое увлажнители если он работает постоянно ну вот такая вот красотка еще хочу вам показать котлею которую она огромная у нее огромный горшок даже не горшок а ой тяжело даже пищевое ведро которое на два литра вот у меня вода налита вот так ничего не гниет вот корни растут цветет псевдобульбы вот видите я их сушила и ну после того как обработала витаросом и они чуть-чуть сдулись вот только сегодня я подлила водичку вот такая вот так сейчас я вам хочу другую котлею показать я просто очень-очень рада я получается зимой осенью заказывала и получила ее зимой в январе в группе хэппи орхит и она такая вот вся больняшка и причем она растет так резома вверх и это очень неудобно для посадки вот такие страшные псевдобульбочки листочки все смощенные но тургор они не теряют ну как сказать они уже давным-давно потеряли тургор но листочки плотные вот такая и я думала ну ё-моё наверное я не смогу ее спасти так как две другие котлеи из группы хэппи орхит все хорошо все отлично растут росты и у самой большой два роста растет уже большие другая чуть-чуть слабее была и у нее один хороший рост и хорошие-хорошие корни растут а вот это вот ну просто так бирку я уже потеряла а нет вру не потеряла я когда пересаживала перепутала все бирки теперь сама не знаю где какая котлея ну вот это вот так называется у нее водичку я прям у нее там все корни плохие и воду я наливаю вот так прошу прощения маникюр у меня я сегодня опять ковырялась возле подъезда сажала новые цветы и пока мне нет до своих ногтей так вот я думала она у меня не выживет но смотрите вот водичка так так там нет практически корней но вот растет 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 новый рост вот он и он у меня замер долго ну наверное этому росту месяца два а может быть даже три вот такой он замер перестал расти но сегодня смотрю у него ура ура корешок лезет смотрите это огромный плюс то бишь этот корешок уйдет в кору будет пить водичку и вот эти старые псевдобульбы они нальются вот он корешок резома стоит на коре поэтому она не гниет хоть она вот я сегодня полила вот видно что корни мокрые резома мокрая но она не гниет вот это уже не в первый раз получается скоро полгода будет как она у меня и все хорошо ну в том плане хорошо что она не погибла у нее вот здесь сухая псевдобульба но она уже была при покупке такая ну у меня правда радость когда я увидела что растет новый корень значит будет жить псевдобульбы нальются ну даже вот листочки у нее видите ну она на солнышке стоит у меня на окне листочки стали желтоватые но как вам сказать это не мертвые листочки не мертвая ткань просто от солнышка много солнышка а корневая слабая и естественно листочкам не очень хорошо но как только вот этот вот рост он и будет маленьким слабеньким но корешки все равно в любом случае вот эти вот которые сейчас вот корешок начал расти он будет поить все растение и от него уже пойдет нормальная здоровая псевдобульба и все у него у этой котлейки будет хорошо пока вот из всей своей коллекции я только потеряла свою самую первую котлею тем что я ее сушила она у меня чахла чахла и зачахла но это уже было давно и больше я как бы ни одной котлеи не потеряла ту 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 так что вот так наливаю воду не боюсь просто испробовано уже как бы я конечно никому не рекомендую свои советы по выращиванию котлей как бы каждый выбирает свой способ метод сам главное чтобы нашим растениям было хорошо все на этом все всем пока до скорых встреч